Приветствую всех на своем канале! Сегодня мы с вами делаем окрошку. Что может быть лучше окрошки в жаркий летний день? Легкая, но сытная, освежающая, с небольшой приятной кислинкой. Моя окрошка имеет всего один недостаток. Ее сколько ни сделай, всегда мало. Делаю я свою окрошку без лимонки, с использованием натуральных кисломолочных продуктов. Что нам потребуется для ее приготовления, вы сейчас видите на экране. Из этого количества продуктов окрошки получается много, около 5 литров. Если вам столько не нужно, уменьшайте вес пропорционально. Итак, готовим. Для окрошки лучше использовать зеленый лук, который мы мелко режем. Теперь выкладываем лук в кастрюлю, слегка присыпаем солью и ложкой немного давим его, чтобы лук пустил сок. Эта маленькая хитрость делает вкус окрошки уже насыщенным сразу. Режем овощи для окрошки. Отварной картофель и вареные яйца я буду резать, используя обыкновенную, самую дешевую яйцерезку. Я ее купила всего за 30 рублей. И посмотрите, как она ускоряет процесс нарезки овощей. Всего три приема и одна картофелина или одно яйцо уже порезаны. Да и мыть эту яйцерезку в разы проще, чем более сложные приспособления. Огурцы режем мелкой соломкой, но не забываем проверить, чтобы они не горчили на конце. Если есть редиска, то ее тоже можно добавить в окрошку. Сосиски, как и огурцы, режем мелкой соломкой. Предварительно я их сварила. Вместо сосисок можно использовать вареную колбасу, ветчину или отварное мясо. Зелень, укроп и петрушку мелко режем. Выкладываем все заготовленные продукты в кастрюлю. Добавляем сметану. Сметану я беру для окрошки с минимальным процентом жирности. Выливаем кефир, также с минимальным процентом жирности. И перемешиваем. На этом этапе очень удобно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились между собой. Хочу обратить ваше внимание на то, что в свою окрошку я обязательно добавляю кефир и айран, который мы теперь выливаем в кастрюлю и снова все перемешиваем. Вместо айрана можно использовать тан или сыворотку. Благодаря этим кисломолочным продуктам вкус окрошки делается интересный, насыщенный, с легкой кислинкой. Густоту окрошки регулируйте на свое усмотрение. Здесь можно добавить совсем немного холодной кипяченой воды. В самом конце пробуем окрошку на соль. Но не забываем, что мы уже солили лук. И вот такая вкусная, сытная, но в то же время легкая и освежающая окрошка у нас получилась. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. И вы поставите пальчики вверх. И обязательно подпишитесь на мой канал. А я желаю всем удачи в делах и приятного аппетита. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok